здравствуйте друзья в нашем иммигрантовозе мы двигаемся по общественным нуждам прикупить компьютер для нового сотрудника сотрудницы и беседуем с ребятами о том как они ездили за грибами вот рассказывайте как вы ездили за грибами у нас есть алекс такой педагог он жил когда-то в мантере я помню это время и он там все кусты знают и грибные места вот давайте как как дело было это правда потому что в калифорнии мы нигде так много русских не встретили за исключением да в этом месте не собирали грибы а там еще а у кричат тогда не кричали так конечно не такие как в россии так русские русских было много но вместо живописное само это вы там где гольфы и поля собирали до сосны 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 там еловый лес очень красивый дождик же прошел и и следующий день был теплым и уже казалось что сейчас будет много грибов были уверены мы взяли с собой несколько сумок четыре ножа народу сколько родных совершили можно двумя ножами создали в семь утра поехали ну да часа полтора езды да сушки то есть вы приехали может сказать 830 не мы приехали в девять в девять уже было полно народу где ведь он уходили ходили ходили машины припаркованные были дорога стичек один прямо перед носом у нас увел 3 белых да вы что так еще так улыбнулся там еще что то есть но все что мы находили это были распотрошенные червивые маслята подойти а вот вчера супчик то вы кушали мы собрали ровно четыре с половиной гриба маслят больше я что меня знаете смущает в этой вашей истории что я тоже такой грибник в общем заядлый и обычно идут белые а когда белые уже практически прошли вот день уже в середине декабря тому вот уже тогда появляются маслята а у вас получилось что маслята без белых а вот эти люди которые там ходили грибники русские они общались они говорили ребят у вас чего здесь грибов нет идите отсюда мы собственно передавали следующим русским то же самое так но но не было такого шага готова давай там выпьем у нас собой было там вот этого ничего нет а вот такой вопрос вот вы как дальневосточники вы можете вот когда человек там по лесу идет грибы ищет можете сказать дальневосточник он или нет так чисто внешне так хорошо у нас тут был один врач по специальности был мужчина он был откуда-то вот из тех мест тоже как я не уверен был ли это хабаровск или благовещен кнот откуда-то оттуда он был так он один ехал за грибами и он собирал не там где все остальные вот он как-то у него это чутье было он шел там вдоль горки под горку на горку то есть он как-то вот определял там саши чисто интуитивно тех где более сухо где более сыра по рельефу местности и он собирал невероятное количество грибов при том что в общем совершенно новый человек вот вот там же где выходили да ну там на самом деле большая территория очень может быть вас алекс возил конкретно в те места которые он знает как обычно мы все да да факт фактически лес боролся за звание грибного но не не успешно пока там просто еще а вы вы застали то время вот когда заходишь магазин то написано магазин там коллектив борется за звание продовольственного а это вы тоже не застали когда полки пустые были то есть вы могли к маме в очередь к папе в очередь там два раза на вас могли что-нибудь купить не таких нюансов не помню просто и полки белый кафе в магазине это помню ну что же ладно а сколько вы времени потратили на сбор грибов много мы часика два походили погуляли посмотрели подышали ну там гулять неплохо правда там гулять лес очень мощный у нас наш дальневосточный вес удар имеет очень густой подлесок то есть по нему так просто не погуляешь да а где где-то там по тропинкам можно погулять так чтобы зайти в лес и просто по нему идти хочешь право хочешь лево нас так не погодишь надо сказать что там где вы были тоже не всюду так можно походить там то есть есть такие места где надо продираться как я даже не знаю как при амурский партизан то есть там парешка все такое да но там кстати и грибочки да поэтому уже идешь туда и продираешься но там уже никого и нет вы это уже голосов не услышишь то есть я люблю очень это место там но продираться надо то есть у меня жена где-нибудь там рядышком идет в стороне и так голосом ау-у-у чтоб не заблудился ну что же хорошо галин вот вы у нас уже как давно приехали соединенные штаты чё правда да это вы не первый раз уже тут мы в том году были в отпуске это заходили это хорошо так первые три недельки но уже такого как бы стационарного жилья что-то новенькое вы для себя уловили вот на местности такого чего допустим не знали раньше ты сказали ой смотри-ка неожиданно что такое есть эти три недели они были больше посвящены бытовому обустраивать так то есть с точки зрения женских молочей конечно ну таких-то всяких баночек скляночек ножичка вилочек таких вот хозяйственных порадовал выбор порадовала функциональность присматриваемся обзводимся техника вот авто автомобильная техника как какие у вас впечатления тут я знаю вы столкнулись с автомобильным иншурансом уже страхованием но цивилизованно так все без проблем то есть у нас нас при нам пришлось у нас машину разбили сильно не по нашим причем удар то слабый был такого со сбоку удар был хороший а хорошую полностью замяла в стойке справа до справа при том что он как бы тронулся с места недалеко от вас разогнаться толком и не успел ну потому что мы ехали 25 миллион 10 разогнался я понял то есть ваш с вами такого раньше не случалось дома нет это как бы у вас первый опыт с таким ну с крупного маленький в течение трех четырех дней уже чеки были она ремонт в итоге мы через где-то две недели уже получили чек за машину то есть они решили не восстанавливать до нецелесообразно нецелесообразно то есть дешевле купить новую чем эту чинить ну да то есть изначально не хотели все-таки ремонта потом когда разобрали посмотрели что повреждение сильнее чем визуально на первый взгляд только не попросили столько лучше а сейчас у вас другая машинка уже все делается быстро вам какая больше нравится там да или это это сравнивать несравнимая конечно конечно предыдущая была более шикарная было удобно шикарно сейчас машина компромисс с точки зрения езды вот так то вот поведение водителей на дороге подрезания я не буду там кто-то там с гаечным ключом за вами бегает но просто но общее такое общее отношение атмосферы на дороге отличается сильно от того что дома или не очень в принципе кардинально отличается здесь просто люди такие были расслаблены а там нервные здесь как бы тоже есть иногда подрезать но не хожу так внимание даже не обращаешь даже если он проехал ну и как сказать они не идут на такие прям нарушения какие-то грубые грубые да потому что за это нужно очень сильно получить потому что система работает все-таки образованные люди хорошо зарабатывают совсем уж отмороженных нету кроме того здесь здесь никто ничего не доказывает на дороге вот допустим то подрезали здесь как бы плюс то есть система защиты от дурака то есть если вот случится как вот у нас ослабляет то есть она тебя защитит что в россии думаю нам пришлось бы ну это и не явно бы нам за две недели никто не выплатил бы стоимость а вообще проблемы получиться страхователя там ну то что положено получить то есть они как-то сопротивляет ли я какая-то страховка допустим если сравнивать как здесь в америке двусторонняя страховка я расскажу российские зрители это примерно как у нас осаго и каско если у тебя в россии каско есть это вторая сторона ну когда-то свое имущество да то принципе здесь страховая более-менее нормально то проблем у тебя скорее всего не возник но если допустим тебя ударили ты невиновник то там могут быть проблемы потому что любят считать занижать стоимость ремонта то есть страховка виновника норовит подшустрить а здесь знаете как с ними вот как только начинаются проблемы сразу жах в департамент страхования штат калифорния звонок раз значит номерочек получил тут же значит у них начинается разговор там со страховой компанией страховая компания дико не любит потому что когда подкапливается на них жалобы то это может быть очень чревато в самых-самых разных аспектах деятельности компаний вплоть до лишения лицензии был случай я помню пожары были и в пригородах окланда там и вот и там дорога была как это плохая забитая все оказалось во время пожара не могли пожарные проехать сгорело много домов и оказалось что многие из них были застрахованы там в одной компании я не помню в какой конкретно и так компания начала как-то крутить мудрить вот там пытаться подвести их там под какую-то статью что мол типа не очень покрыты не до конца покрыты вообще не покрыта что-то начался мудрёв такой и иншуранс комиссия на грубая министра страхования штат калифорния он сказал значит или вы платите или мы вашу лицензию отзываем что что переводится на русский язык как мы отзываем вашу лицензия деньги с вас мы все равно возьмем то есть это не то что там вот и все и заплатили то есть как бы действовать по правилам в общем то выгоднее чем чем вот так хулиганить и безобразничать понятно то есть ваш опыт пока со страховкой такой хороший ну да у нас было очень много переживаний потому что первый раз наш российский менталитет заставлял ждать подвоха и опасности со всех сторон не ну расслабляться мы тоже вы не писаете какое у меня было первое столкновение не со страховкой вообще как бы системой то есть мы только машины купили я пошел ее на учет ставить и вдруг выясняется что у меня номер спереди отличается от номера сзади в дмв мне это милицейская женщина говорит видишь у тебя смог чек не на ту машину туда-сюда я пошел разбираться мама родная купил машину два номера разные ну думаю все а у нее еще вот тут не значит кость сидит этом вырвано было с мясом ремень я думаю ну наверно все то может кого-то уже там шлепнули асфальт закатали машину мне скинули в общем думаю все и прихожу сдаваться властям и говорит так мол и так и мне женщина черная я не знаю как это происходит но очень часто бывает что вот люди этнические совершенно другого типа черными китаец а вот такой вот как твоя мама или как сосед там дмитрий тимофеевич пришлось не отличить короче сидит женщина черная чисто моя мама помоложе была ну такая кудрявая щекастая такая красивая женщина такая ну и вот значит она значит и говорит машин да где я бы там на парковке дает мне отвертку такую и говорит иди говорит номер снеси и угнул и все пошел открутил номер приношу ей она берет этот номер допустим это вот бумажечка это номер такой более вытянут она берет этот номер отверткой сверху понидая вот сюда и он распадается на 2 и просто они склеились понимаешь а этот который машину продавал я ему звонил я говорю где второй номер был один как по почте один пришел а второе повесил а я думал все думаю сейчас арестуют какой-то . быть гады сделают потом никогда в жизни не отмоешься уже просто сдаваться пришел думаю ну все вот вот как бы судите меня граждане судьи значит вот какой я есть а только ты так с улыбочкой все и разошлись без эмоций вообще без ничего жар тогда два бит и двигает ставь пошли в магазин